Есть решение, есть ответ. Называется он «Небесный Иерусалим», что богоизбранный и богоспасаемый народ обретет землю нового Иерусалима, на которой после этого будет продолжить свой путь к счастью и к процветанию. По нашему мнению, земли нового или небесного Иерусалима расположены на юге Украины. Это пять областей. Это Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесские области. Именно на территории этих областей в дальнейшем будет создан новый Иерусалим. Есть одна мечта, которая 25 лет существует в душе и в головах у украинцев. И называется она «Пенсия 500 евро». Именно это является главной и вековечной мечтой украинского народа. Так вот, на территории этого Небесного Иерусалима эта мечта исполнится. Что евреи всей земли в основании Небесного Иерусалима соберут богатства, накопленные ими за всю предыдущую жизнь. Но что такое богатство, описанное в Новом Завете? Что это в современном мире? Это инвестиции, технологии, это инфраструктура, это интеллектуальная собственность, это передовая наука. Именно все это ожидает в будущем землю Нового Иерусалима. Ну вот, исходя из масштабности вашего проекта, полагаю, имел место быть вот некоторый резонанс в обществе, в израильском. И, наверное, реакция местных СМИ. Хорошо. Вот вы видите заголовок. «С любовью в сердце на пути к Небесному Иерусалиму». Следующая газета. Хорошо, что есть закладки, очень быстро мы найдем, иначе листать долго. Вот эти все. Вот. Вот заголовок. «Нам нужен новый Бен Гурион». Вот такой отзыв. Следующая газета. Пожалуйста. Здесь написано «Сделаем небесный Иерусалим великим». Довольно впечатлительно все это выглядит. Я даже не спрашиваю название газет этих. Вся, вся израильская пресса, все основные газеты в той или иной степени отозвались на эту идею, которая, мы очень надеемся, в течение ближайших лет станет основной цивилизационной идеей государства Израиль. Но мы также знаем, что в Израиле много ресурсов русскоязычных. Да. И печатных, интернет, ютюбных. Освещали ли они ваш визит? Почему русскоязычная пресса, как бы в некотором смысле, умолчала или промолчала, проигнорировала эту миссию? То есть сразу реакция не последовала? Сразу не последовала. И тогда уже и русскоязычные, и израильские СМИ смогут также отозваться об этом событии. Хорошо. Вот вы осветили теоретические аспекты и обосновали даже идеологические. А практика? Сделаны ли какие-то конкретные шаги на сегодняшний день в этом направлении? Кроме административной работы, кроме подготовки финансирования, идеологической работы, самое важное и самое интересное, что я считаю, произошло в январе этого 2017 года, когда первый пароход с переселенцами из Хайфы приплыл в Одессу. И первые 183 еврейских переселенца приехали на Украину, чтобы строить здесь новый Иерусалим. Вот, это будет один шафар, и из второго рога будет второй. Так вот, с нами в числе переселенцев приехали два человека, которые могут изготавливать шафары и будут их делать на Украине. И наступит то время, когда однажды в одно утро один шафар затрубит в Днепропетровске, а другой шафар затрубит в Одессе. И тогда, в это мгновение, когда эти два трубных звука сольются в один, можно будет сказать, что небесный Иерусалим пришел на свою землю. Иерусалим Вы вот поведали интересную историю о еврейских традициях, но давайте все-таки вернемся к Украине. И здесь крайне любопытно, почему именно эта территория была выбрана еврейским народом для нового Иерусалима. Но прежде всего так сложилось исторически. Как Вы помните, именно на этой территории 400 лет существовал великий хазарский каганат. И 400 лет на этих землях существовало иудейское государство. Это первое. Второе. Это военная причина. Мы все знаем, что Израилю постоянно угрожает военная опасность со стороны соседних стран. Сегодня их население больше, чем в 10 раз выше населения Израиля. Мало того, со временем, возможно, и их военная мощь вырастет не только как человеческий потенциал, но и технический. Поэтому, если будет существовать отдельно другая территория, но не так далеко, а так, чтобы, например, ракеты среднего радиуса действий достигали, то совершенно бессмысленно будет атаковать Израиль, вот маленькое государство Израиль, понимая, что недалеко на севере существует территория в 7 раз больше, чем сегодняшний Израиль, несомненно, более экономически мощная, с гораздо большим населением, которое в случае чего может дать агрессору ощутимый и болезненный ответ. В этом новом Иерусалиме будет два центра, Днепропетровск и Одесса. Днепропетровск это как это золотая роза синагога, это самый большой еврейский культурный центр на земном шаре, это самые богатые и влиятельные люди области, это самая большая хаббатская община в постсоветских странах, а может быть и во всей Европе. Одесса это исторически, культурно и духовно сложившийся еврейский центр, который существует поколениями. В случае, если российское правительство вернется к вопросу о том, что российским евреям нужно все-таки передать, все-таки нужно передать Крым, то тогда Крым очень логично станет шестой областью Нового Иерусалима. А не думали ли вы над возможной проблематикой, как местное украинское коренное население отреагирует на подобный проект? Думалось и говорилось не раз. Дело в том, что территория этих пяти областей на глазах, безлюдеет и дичает. Если сегодня вы сядете в автомобиль, то проехав по совершенно убитым и разбитым, грязным дорогам, с мусором по обочинам, где через каждые, может быть, 15 километров встречается какая-то бетонная автобусная остановка полностью загаженная, вы видите, что эта территория сегодня, она превращается просто в какую-то зону, которую покидают люди. Население территории пяти областей составляло совсем недавно 9,5 миллионов. Прошло 10 лет. Сегодня на этой территории живет меньше 8 миллионов и убыль населения продолжается. Также будет политической и деловой столицей Нового Иерусалима будет Днепропетровск, а культурной столицей, культурной столицей и туристической столицей этой территории будет Одесса. Хорошо, выглядит это все достаточно логично и обоснованно, но неужели никаких противников и никаких препятствий. Давайте подумаем, кто будет против. Возьмем Украину. Кто на Украине будет против этого проекта? Порошенко, Яценюк, Тимошенко, Гройсман, Кличко, Фирташ, Пинчук, Коломойский. Назовите мне, кто на Украине из значимых людей будет против этого проекта? Но голос этих людей не слышен за пределами Украины или имеет не такое уж большое значение. Но давайте посмотрим на соседние страны. С востока на запад. Возьмем Казахстан. Кто из казахстанских миллиардеров будет против этого проекта? Александр Маштевич, Тимур Левин? Сомневаюсь. Давайте возьмем Россию. Может быть, президент Путин будет против этого проекта? Может быть, премьер Медведев? Может быть, Жириновский? Может быть, Фридман? Может быть, Вексельберг? Может быть, Ротенберг? Кто вас? Покажите, я хочу знать, кто в России будет против этого проекта? Идем дальше. Германия. Ангела Меркель. Представляете, она выходит в Бундестаг на трибуну и говорит, германское правительство считает, что новое поколение евреев не должно жить на Украине. Да сама мысль о том, что она такое могла произнести, ее вгонит в холодный пот и ужас до конца ее политической карьеры. Может быть, Аланс будет против? Может быть, Тереза Мэй? Может быть, Дом Ротшильдов? Может быть, Абрамович, живущий в Лондоне, будет против этого проекта? Перенесемся за Дональд Трамп? Да, возможно, Дональд Трамп, чья дочка Иванка сейчас пришла в иудаизм и взяла себе имя Яэль. Да, именно Дональд Трамп будет против этого проекта, чей зять известный представитель еврейской династии? Может быть, Дом Рокфеллеров? Может быть, Федеральный резерв США будет против этого проекта? Может быть, магнаты Голливуда, может быть, звезды Голливуда будут против этого проекта? Может быть, Фейсбук с Марком Цукербергом будет против Небесного Иерусалима, где могут спастись миллионы евреев? Может быть, Брин с Гуглом? Покажите мне. Мне так же интересно, кто может быть против этого проекта? Скорее всего, все обернется иначе. Вернее, оно уже обернулось, так уже и есть. Вы знаете, сейчас будет очень важен визит к Папе Римскому, который должен организовать Виктор Пинчук, потому что необходима поддержка католической церкви. И к Папе Римскому навстречу по поводу создания Небесного Иерусалима от Украины пойдут пять, четыре-пять главных представителей. Это Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский и Ренат Ахметов как представитель нееврейского народа, но который также может поддержать эту идею. И важно, что они донесут Папе Римскому, что это за последние пятьдесят лет, за последние десятилетия единственный цивилизационный проект, который направлен на созидание, а не разрушение. Поэтому мы очень ожидаем, что католическая церковь также поддержит этот проект. А зачем вам тогда еще поддержка католиков, если весь мировой бомонд поддерживает этот проект? Как я уже говорил, этот проект направлен на благосостояние, главная его цель это благосостояние украинцев. И очень важно, чтобы католическая церковь донесла до своей паствы, которая находится на западной Украине, что этот проект не направлен против них, а что это общий, созидательный, общечеловеческий пример совместного проживания в любви и созидании. Ну, один из основополагающих вопросов любого государства это его экономика. На чем будет базироваться фундамент экономики Нового Иерусалима? фундамент, экономический фундамент под Новый Иерусалим уже заложен божественным проведением. Приведу несколько примеров. Сегодня на земном шаре официально полторы тысячи миллиардеров. Неофициально, неофициально, их четыре с половиной тысячи. Сегодня на земном шаре каждую неделю, каждую неделю отходит в мир иной два-три миллиардера. Неофициальных, так скажем, ну или хотите официально каждую неделю один. Так вот, эти люди со своими миллиардами в конце жизни имеют важную для них задачу. Кому оставить наследство свои миллиарды? Они оставляют это детям, внукам, родственникам, но кроме этого еще остаются миллиарды. И они понимают, что отдав все родственникам, они в некотором плане вредят им, потому что они, получается, поколение, которое ничего само не заработало. И, желая оставить после себя какую-то память, какой-то смысл своей жизни, они начинают наследовать эти деньги, потому что им нет приложения каким-то, дай бог, приютам для животных, отправляют на спасение каких-то болот в Амазонке, отправляют на спасение тюлений, нерп, все это очень важно. Но гораздо важнее для них приложить свои деньги к проекту, которым будет человеческая память и вековая благодарность. Посмотрите в Израиле, помнят всех своих святых и тех, кто участвовал в обретении Израилем своей земли на тысячелетие. Так вот, все эти миллиардеры, если они захотят остаться в истории этой земли и в земной истории, они, конечно же, будут жертвовать миллиарды, наследовать этой территории. Кроме того, конечно же, это будет помощь от миллиардеров Казахстана, России, от мультимиллионеров и миллиардеров выходцев из Азербайджана, из Армении, из Грузии, так назовем их горские евреи, правильно? Это будет помощь государства России, это будет помощь государства Германии, которая будет передать, будет давать деньги, технологию и технику имущества этой стране. Это будет помощь Европейского Центрального банка, это будет помощь Банка Англии, это будет помощь дома Ротшильдов, это будет помощь всех европейских государств. США, конечно, ожидается помощь от США как государства, от Федерального резерва, от сотен семейных фондов миллиардеров и мультимиллионеров, ожидается помощь от Голливуда, от магнатов Голливуда, ожидается помощь от таких мегакорпораций, как Apple, как Facebook, как Google и прочих, и прочих. Просто называть их все не хватит времени, по этому поводу нужно читать отдельную лекцию. Еще раз хочу вам подчеркнуть, что человечество, богатейшие люди, представители человечества, это его часть, давно устали и соскучились и давно алкают какого-нибудь проекта, который был бы направлен на созидание, на создание чего-то нового, причем успешное создание, ни химеру никакую, и направлять свои средства, оставлять память о себе, строить на территории небесного Иерусалима университеты, школы, создавать там фонды, создавать там компании, все это с большой радостью и с большим успехом будут делать все компании, все люди и богатые, и не очень, и все государства на нашей земле. И, наверное, последний вопрос, возможно, он и самый главный, вот вспоминаются слова Сталина, что кадры решают все, и применительно к новому проекту, к новому Иерусалиму, я думаю, что этот вопрос станет фундаментальным, и известно ли вам, кому будет доверено управление новым Иерусалимом? Этот вопрос давно прорабатывается. Согласно пункту 13, 21 главы книги Откровения Иоанна Богослова сказано, что небесным Иерусалимом будут управлять 12 апостолов, 12 открытых апостолов и 1, 12, как скрытый апостол. Поэтому для руководства этого образования создан Совет Благоволителей, так он называется, Совет Благоволителей, состоящий из 12 открытых апостолов и из 1, 1, первые так называемые скрытые апостол это вечный непереизбираемый председатель. В память о Голде Мэйр, о ее трудах на благо еврейского народа она избрана вечным председателем. Плюс к тому, как вы знаете, она киевлянка и в некотором смысле это для нее возвращение домой. Председатель премьер будет Беньямин Нетаньяху. Как вы знаете, это внук российского раввина, который сейчас премьер-министр Израиля. Ввиду того, что нельзя совмещать должности, после завершения своего срока премьерства он приступит к обязанностям. Вопросы обороны будет решать Авикдор Либерман, нынешний соратник Нетаньяху, который после завершения каденции будет ведать вопросами обороны Нового Иерусалима. Кстати, он родился в Тишиневе. Следующее, это спецслужбы и безопасность. Их возглавит Яков Кедми, он, конечно, не настолько известен, как Либерман или Нетаньяху, но, тем не менее, это очень сильный профессионал, кстати, родившийся в Москве. Министерство внутренних дел возглавит бывший министр внутренних дел Израиля Натан Щеранский, крепкий профессионал и убежденный сторонник всех сказанных выше идей, кстати, родившийся в Донецке. Министерство иностранных дел так называемые вопросы внешних сношений. Их возглавит Виктор Эскин, известный еврейский традиционалист, который будет яростно отстаивать интересы Нового Иерусалима перед кем бы то ни было. Вопросы СМИ, телевещания, культуры возглавит Владимир Соловьев как успешный телеведущий, телепродюсер, телемагнат. Спикер Совета Благоволителей это Евгений Сатановский, как один из самых больших специалистов по внутренней и внешней политике Израиля. И юстицию и законность будет курировать известный правозащитник, юрист и политик Татьяна Монтян, которая, как вы знаете, родилась в Крыму и даже в свое время проходила практику в московском уголовном розыске. Конечно, ваши зрители будут вопрос, почему из всех только, ну, из Украины только Монтян. Скажу, что до принятия закона о децентрализации территория Нового Иерусалима будет находиться в украинском правовом поле. Поэтому необходим теоретик, практик и профессионал, который будет отстаивать законность и юстицию на этой земле. Ну и последний, кто был приглашен в Совет Благоволителей, это вопросы финансов, на вопрос, связанный с Министерством финансов, так его назовем, хотя там нет таких министерств и должностей, там просто вопросы финансов. Это Бен Шалом Бернарке, бывший председатель Федеральной резервы системы США. Вот те позиции, люди, на которых уже выбраны. И когда будет достигнута определенная договоренность, они приступят к своим обязанностям. Ну, а главный раввин? вы знаете, ввиду того, что я не уйдей, я стараюсь максимально отстраниться от вопросов веры. Но раз вы спросили, я отвечу. Дело в том, что этот вопрос должен, это его уровень, решить главный раввинат Израиля. Как я вижу, вопрос может быть такой, что откуда будет главный раввин Небесного Иерусалима. То есть вопрос будет, скорее всего, первый вопрос будет из Ашкеназов или из Сефардов. Я в силу моего знания склоняюсь к тому, конечно, что скорее всего будет он из Ашкеназов, так как Хазарис существовавший на этой территории, это были в некотором роде далекие-далекие предки Ашкеназов. Поэтому думаю, что нам скорее всего нужно ожидать главного раввина из Ашкеназов. Вот такие органы управления. Не знаю, как для вас, но мне по мне покажется, что это одна из самых сильных команд сегодня для любого государства. Игорь Витальевич, ваш рассказ оказался невероятно увлекательным и хочется искренне пожелать вам успеха. Но у меня остался последний вопрос и, возможно, неожиданный для вас. С какими словами вы бы обратились к еврейскому народу, чтобы вдохновить его на новое свершение? Непросто. Сейчас. Сара. 3000 поколений израильский народ шел к своему государству. Отцы еврейской государственности за 70 лет построили построили мощное, современное и эффективное государство. На Украине мы должны пробежать это расстояние за 10 лет, иначе нас сомнут. Сделаем небесный Русалим великим. И праздник православный, и православные люди сейчас на той стороне с оружием, а по православию почему-то не получается. Не потолкнули, что у нас правительство и многие другие, но не совсем люди православные. Лицемеры. Ну, я бы даже сказал, не лицемеры, они делают все, что гласит, и все, что требует, и их вера на территории православия. Уничтожай Гоев, и будет тебе радость. Герои.